Бюджет никакой, бюджет деградации, бюджет, который не соответствует Конституции. У нас Конституция социальное государство. Этот бюджет не соответствует Конституции, его принимать нельзя только из-за этого параметра. Детство, медицина, здравоохранение платное, образование платное, неполная семья, поддержка. Нет пенсионера нищенской пенсии, не соответствующей никаким международным стандартам. Берите МРОД, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Он должен быть как минимум равен друг другу. У нас МРОД половина составляет минимальная потребительская корзина. А это что значит? Что такое минимальная потребительская корзина? Этот человек выживает физически. А у нас 20 миллионов, это по статистике правительства Российской Федерации, получает средства ниже прожиточного минимума. Это 20 миллионов граждан обречены на вымирание. Почему у нас и смертность растет? Почему у нас, так сказать, и преступность растет? Почему у нас люди на улице попрошайков увеличиваются? А он не может физически выжить. 20 миллионов. И это только правительство. А оценки экспертов говорят, что надо умножать на 3. Вот этот коэффициент. Потому что у нас прожиточный минимум низкий сам по себе. Что на 10 тысяч рублей можно в Москве купить? И как прожить на него? А МРОД у нас в два раза меньше, так сказать, 5200 рублей. Кто такие бедные? У нас не определено. Поэтому социальная помощь кому? Бедным. А кто такие? Сколько он должен получать доходов, чтобы он попал в категорию бедных? И это даже не описано. Даже не описано. Социально-адресной поддержки ее нет. Расплыло все. Поэтому этот бюджет никакой. И самое главное, этот бюджет не стимулирует никакого развития экономики. Налоговая система, налоговый кодекс таков, что загоняет в разорение и в банкротство предприятия. И мы видим вот за два года колоссально отток малого бизнеса. Они закрывают свои лицензии, бросают все. Ну а к черту, там невозможно работать. Среднего бизнеса, кто рядом с Кремлем, те сегодня выживают. И именно они, как показала статистика, в кризисный период увеличивают свои капиталы более чем на 10%. А 80% населения на 10% за год теряет доходы. Вот оно колоссальное расслоение на бедных, сверхбедных и нищих и богатых, сверхбогатых. У нас уже разница составляет 10% богатых и 10% бедных 17 раз. Международные стандарты, если разница в 5 раз, это уже в обществе наступает нестабильность и напряженность. У нас в 17 раз. И следующее, самое главное, как говорят, если расходы не соответствуют доходам, то Медведев с его знаменитой фразой «Денег нет, но держитесь» сокращает расходы. А вообще все грамотные экономисты говорят, что надо повышать доходы. Доходная часть бюджета сокращается. И естественно, как шагрение у кожи сворачивается расходная часть.